Привет и добро пожаловать в бисерное королевство зеленой птички! Дорогие мои богини, королевы и царицы, я поздравляю вас с наступлением весны! Весна это время, когда все у нас в душе расцветает, а чтобы все начало расцветать, предлагаю сделать вот такие шикарные колечки-клумбы из бисера. Все материалы, которые я использую, можно купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru для вашего удобства. В описании под этим видео я оставляю ссылки. Переходите к нам в интернет-магазин, заказывайте бисер, нитки, иголки, коврики. Все для того, чтобы создать такие классные красивые украшения своими руками. Либо приезжайте к нам в шоу-рум в Москве на улице Большая Черемушкинская, дом 25, строение 97, крыльцо с гирляндой. В этом творческом, красивом, светлом, вдохновляющем, наполняющем пространстве вы найдете все для создания украшений своими руками. Здесь есть бисер, бусины, инструменты, коврики, тросики, нитки, иглы, бусины натуральные, жемчуг натуральный и искусственный. Все-все-все для того, чтобы создавать красоту своими руками. Мы работаем без выходных, за исключением некоторых государственных праздников. Полную информацию о нашей работе смотрите на нашем сайте greenbird.ru в разделе шоу-рум. Кстати, прямо рядом с нашим офисом есть бесплатная парковка. Вы можете доехать на своем личном транспорте прямо до нашего крылечка. И обязательно возьмите с собой паспорт. У нас закрытая территория и вход происходит по пропускам. Кстати, прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, потому что оно потрясающе, бомбически, бомбически, прекрасное. И я предлагаю вам всем принять участие в нашем проекте квадратик для птички, который в этом году носит название цветочек для птички. Суть в чем? Кто бывал у нас в шоу-руме, вы наверняка видели на стене такое огромное, красивое панно из бисера на 600 квадратиков. Его сделали для нас вы, наши клиенты, наши покупатели, наши подписчики на десятилетие нашего магазина. И теперь, когда нам исполняется 16 лет, мы делаем новое такое панно, потому что за столько лет у нас появилось еще больше клиентов, еще больше подписчиков. И от всех вас мы ждем квадратик. Что именно должно быть сделано, смотрите здесь в описании под этим видео полная инструкция, как это должно выглядеть. А сейчас я хочу показать, какой квадратик нам прислала Наумова ЕА. О, ну как это красиво выглядит! Посмотрите, какие красивые квадратики. Сразу два квадратика для птички, посмотрите. Такая вот шикарная бабочка с пайетками. И такой вот шикарный цветок с тычинками. Боже мой, здесь какой-то интересный материал для цветочка делов, похоже. Цветочек, посмотрите, насколько натуралистично выглядит. Здесь такая сердцевинка, как у настоящего цветка, тычинки. Обшито все пайетками, нитками очень круто выглядит. И бабочка, бабочка с пайетками, с нитками, с такими жесткими крылышками. Вот такая вот шикарная красота! Спасибо вам большое! Пожалуйста, если вы узнали свои квадратики, напишите в комментариях, как вас зовут, чтобы я по имени поблагодарила вас. Это обязательно будет вшито в наше панно. И все, 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 кто смотрит сейчас это видео, присылайте квадратики, цветочки, листочки. Присоединяйтесь к этому проекту, потому что это будет круто. Мы сделаем вот такую огромную картину из бисера. И это будет наше сотворчество, наш совместный такой шедевр. И эта картина будет настолько большая, настолько великолепная, настолько прекрасная, что войдет в книгу рекордов Гиннесса, войдет в книгу истории бисерного искусства России. В общем, обязательно принимайте участие, потому что это будет круто. Так, не забыли, приготовили нитки, иголки, поставили лайк, собрали все материалы, которые нам нужны. И сейчас я приглашаю в эту студию мою коллегу Аня. Аня, давай сюда. Всем привет. Привет, это Аня. Аня будет показывать, как делать такое кольцо из бисера своими руками. Мне очень нравится, когда мне помогают такие прекрасные, талантливые люди. Еще я очень люблю, когда работы делается не мной. Да, всем хорошо. Я отдыхаю, у меня идет закупка кристаллов, каких-то новых проектов. Аня тоже творчески реализовывается, показывает вам. В общем, когда делаю работу не я, а кто-то другой, то работы делается гораздо больше. Поэтому, Аня, спасибо тебе большое за то, что ты у нас есть, за то, что ты мне помогаешь. Что? Я была очень рада создать это колечко. Оно такое яркое, весеннее. Ну, оно просто потрясающее. Создает прекрасное настроение. Да, шикарно. Прямо такое. Вот хочется сажать гиацинты. Когда у кого земля еще не оттаяла, если вы там где-то на северах или в Москвах, в Питерах живете, то можно пока вот посадить бисерные цветочки. Все? Поехали? Первым этапом создания этого колечка будет плетение основы техникой крестик в три ряда. Для основы я буду использовать бисер Тоха 11 номер 7. Если вы уже умеете плести основу в технике крестик, можете промотать этот этап. Я вставила нитку в две иголочки и на правую иголку набираю 4 бисеринки. Три опускаю вниз, а через последнюю прохожу второй иголкой. Опуская наш крестик вниз, получается вот так. Сплетем еще два крестика. На левую иголочку набираю одну бисеринку, а на правую две. И в последнюю прохожу левой иголочкой. Затягиваем наш крестик. Получается вот так. Сейчас мы будем делать разворот, поэтому на левую иголку мы наберем три бисеринки, а на правую ни одной. Через последнюю бисеринку проходим правой иголочкой. И затягиваем наш крестик. Следующий крестик опять будет разворотным, нам нужно будет плести сверху вниз, поэтому опять на левую иголочку набираем три бисерины. А правой проходим через последнюю. На правую мы ничего не набирали. Затягиваем наш крестик. Получается вот так. И теперь, внимание, иголочкой, которая у нас находится слева, нам нужно пройти через бисеринку предыдущего крестика, который находится по ходу плетения. Проходим через нее. А на правую иголочку набираем две бисеринки. И левой проходим через последнюю. Затягиваем крестик. Теперь еще раз нам нужно пройти левой иголочкой через бисеринку предыдущего крестика, которая находится по ходу плетения. И в этом крестике нам нужно будет делать разворот. Мы будем продолжать плести вправо, поэтому я набираю две бисеринки на левую иголочку. И правой прохожу через последнюю. Получается вот так. Это первые два ряда нашей основы. Теперь для того, чтобы сплести нижний крестик следующего ряда, нам нужно набрать три бисеринки на левую иголочку. И правой пройти через последнюю. Вот появляется наш третий ряд. Теперь левой иголочкой проходим через бисеринку по ходу плетения предыдущего крестика. Так мы их сплетаем между собой, и полотно получается непрерывным. А на правую иголку набираем две бисеринки и замыкаем крестик. Проходим левой иголочкой через последнюю. И еще раз проходим левой иголкой через бисеринку предыдущего крестика по ходу плетения. Крестик разворота, поэтому набираем на эту же иголочку две бисеринки. И замыкаем крестик, проходя через последнюю правой иглой. Так выглядят первые три ряда нашего полотна. Продолжаем плести в том же духе. Сначала снизу вверх, потом сверху вниз. Соединяя между собой крестики. И нам нужно сплести полотно, которое подойдет на наш пальчик. У меня такое полотно уже есть. Я сплела полотно из 19 крестиков, а 20-м в конце буду его замыкать. Ниточку я обрезала, чтобы она мне не мешала. Вы можете ее оставить, чтобы потом ей же зафиксировать полотно. Но это не обязательно, потому что сейчас мы будем приплетать цветочки. И ниточки у нас еще останутся. Я буду использовать много разного бисера. Хочется ярких, сочных цветов. Поэтому в моих цветочках будет и бисер, и бусины. Бисер круглый, тоха 11.0. Для основы цветочков я возьму делику. Но не 11, а 10, микс 10 делики. Он будет немного крупнее. Также буду использовать стеклярус. Из-за того, что я использую разные бисеры и бусины, кольцо получается очень фактурным и интересным. Его хочется разглядывать, потому что бисер он такой яркий. Рондели сверкают. Выглядит очень нестандартно. Его будет сложно повторить. То есть, скорее всего, даже то колечко, которое я сплитаю сейчас по образцу этого, будет от него немножко отличаться. Просто потому, что очень много разных материалов. И для этого колечка будет довольно удобно использовать какие-нибудь остатки от бусин, например. То есть, если у вас осталось 6 ронделей, то считайте, что они дождались своего часа. Какой-нибудь цветочек с ними засияет. Для основы цветочки, для нашего стебля, я буду использовать делику, десятую. У меня микс 06. Также у нас есть несколько других миксов, в которых тоже много зеленых цветов. Можете взять любой. Отмотаю довольно длинную нитку. Ставлю нитку в иголку. Для плетения цветочков я возьму Ceylon Fire, самый толстый, который у нас есть. Это 6LB. Я беру достаточно толстую нить для того, чтобы цветочки держали форму. То есть, когда я ее затяну и пройду через них буквально пару раз, они будут вот как торчать и не будут загибаться. Поэтому я рекомендую использовать самую толстую нить, которая у вас есть. Немного отступлю от края нашей основы и сделаю закрепку. Пройду через верхнюю бисеринку. Оставлю хвостик сантиметров 10 и пройду через эту бисеринку еще раз. Придерживая хвостик, затяну. Таким образом мы закрепили ниточку, а потом эту петельку можно будет спокойно сдвинуть. Для цветочка нам потребуется бисер для стебелька и, конечно, сердцевинка. Сердцевинка у меня желтая. Это Тоха номер 42. Так, первый цветочек у нас тут был белый. Возьмем также круглый бисер Тоха номер 121. Тоже высыпем его немного. Начинаем плести наш стебелек. Набираем несколько бисерин Миюки Делика. Я выбираю из микса одинаковые, а для следующего стебелька буду использовать другие. Я набрала 8 бисеринок Миюки Делика. И в конце нашего стебелька будет сердцевинка цветочка. То есть я беру желтую бисеринку, подтягиваю ее к стебельку и прохожу весь стебелек обратно. Затягиваю нить. Когда мы начали плести стебелек, мы вышли из этой бисеринки, а я пройду в следующую верхнюю. Таким образом мой стебелек будет расти из серединки между крестиками. Цветочки удобно плести парами, для того, чтобы не было лишних соединений. Сейчас покажу почему. Мы сплели стебелек для нашего первого цветочка. Теперь набираем уже другой зеленый бисер для стебелька нашего второго цветочка. Он может быть по длине таким же, может быть ниже, может быть выше. Правил никаких нет. Цветы у нас обычно все разные. Вот я набрала 7 бисеринок. И набираю желтый бисер для сердцевинки. Прохожу через все эти зеленые бисеринки обратно. Подтягиваю нить. И прохожу через следующую верхнюю бисеринку нашей основы. Теперь смотрите, я могу пройти по ходу плетения через крестик. И продолжить плести наш второй цветочек или вернуться к первому. Я хочу завершить первый, поэтому вернусь к нему. Опять проходим через все наши бисеринки стебля. Выходим из желтой сердцевинки цветочка и приплетаем сам цветочек. Три лепестка с одной стороны от сердцевинки. Три лепестка с другой стороны от сердцевинки. Получается, что я фактически делаю два крестика с двух сторон от нашей сердцевинки. А сейчас я через них пройду, не проходя через сердцевинку, затяну их. И они распределятся равномерно вокруг нашего цветочка. Прохожу через них по ходу плетения. И соединяю между собой два крестика. И затягиваю. Так цветочек стал более чем похож на цветочек. Теперь мне нужно опять пройти через сердцевинку. Все хорошенько подтянуть. И пройти вниз по нашему стебельку. Еще раз подтягиваю нить и раскладываю бисеринки. Первый цветочек готов. Сейчас я немного попетляю, для того, чтобы он был приплетен равномерно к двум сторонам нашей основы. Буду проходить через крестики по ходу плетения. Выхожу к нашему второму цветочку. И прохожу по всем зеленым бусинкам стебелька наверх. К желтой сердцевинке. Прохожу через сердцевинку. И хочу приплести к этому цветочку красные лепестки. У меня как раз осталось совсем буквально 6 ронделей. Приплетаем лепестки так же, как делали у первого цветочка. Сначала делаем два крестика, проходя через серединку. Один. И второй. А сейчас мы пройдем только через лепестки по ходу плетения. Они стянутся и цветочек станет похож на цветочек. Прохожу по кругу через все бусинки лепестков, которые только что добавила к сердцевинке. И замыкаю круг. Затягиваю нить. Прямо хорошо подтягиваю, чтобы цветочек был упругим. Прохожу еще раз через сердцевинку. И опускаюсь вниз через зеленые бусинки стебелька. Второй цветочек готов. Можно немного разложить бусинки, чтобы они лучше смотрелись вокруг сердцевинки. И подтянуть нить. Приступаем к плетению третьего цветочка. Давайте я вам покажу, как сделать на стебельке листочек. Набираем зеленые бисерины. В моем случае это делика десятая. Уже третий оттенок я нашла в этом миксе. Я набрала 11 бисеринок миюки делика. Это сейчас получается самый длинный у нас будет стебелек у этого цветочка. Набираем сердцевинку. И возвращаемся через все бисеринки стебелька вниз. Хорошо затягиваем нить. Проходим в бусину основы с другой стороны. И сразу плетем соседний стебелек, для того чтобы было потом удобнее переходить между цветочками. Давайте сделаем его коротким. Я набираю буквально 4 бисеринки. И сразу набираю серединку следующего цветка, желтый бисер. Прохожу через стебелек вниз. Прохожу через следующую бусинку основы. И по ходу плетения возвращаюсь к нашему первому цветочку без лепестков. Двигаюсь по верхнему ряду крестиков нашей основы. Сейчас я подхожу к этому цветочку справа. Значит, когда я его доплету, буду заходить наоборот слева. Смотрите, по бисеринам стебелька не обязательно всегда доходить до самого верха. Если мы хотим сделать, например, листочек или даже пару листочков, можно пройти, например, через первые 3. Так, похоже, мне понадобится зеленый бисер, круглый, для фиксации листочка. Я прошла через 3 бисеринки. Набираю зеленую бисеринку Delica 10.0. И круглую бисеринку для того, чтобы зафиксировать листочек. Это будет выглядеть примерно вот так. Круглую бисеринку я пропускаю и возвращаюсь обратно в зеленую бисерину нашего листочка. Затягиваю нить. Теперь, если мы хотим сделать еще листочки, нам нужно будет повторить движение по верхнему ряду нашей основы и опять вернуться к этому стебельку. Но я сейчас сплету верх нашего маленького цветочка. Для маленького цветочка буду использовать оранжевые бусины, рондели. Выходим из нашей сердцевинки маленького цветочка и точно так же делаем два крестика из бусин, как делали это раньше. А потом соединим их между собой. Проходим по кругу через все наши лепестки. Так они объединятся и ровно распределятся вокруг сердцевинки. Так, замыкаем круг. Готов еще один цветочек. Смотрите, какие они все разные. Проходим через сердцевинку. Возвращаемся вниз. И затягиваем нить. Приплетаем этот цветочек к основе. И по ходу плетения переходим к нашему предыдущему цветочку. То, что мы их плетем парами и ходим по ходу плетения через верхний ряд, избавляет нас от ненужных соединений между бисеринками. То есть мы, конечно, могли бы выйти из этой бисерины и продолжить плести сразу наверх, но у нас бы появилась лишняя ниточка, которую при ближайшем рассмотрении, возможно, было бы видно. Кстати, цветочки могут выглядеть не только как сердцевинка и шесть лепестков. Количество лепестков может меняться. Их может быть семь, восемь, а могут быть и даже не совсем лепестки. Например, вы видели гиацинт? Там много-много бутончиков на одном основании. Давайте попробуем повторить. Смотрите, у нас на вершине уже есть один бутончик. Приплетем еще несколько на разных уровнях этого цветочка. Я не совсем дошла до верха с нашим бутончиком. Вышла из предыдущей бисеринки делики, набрала желтую бусинку и возвращаюсь обратно. Прохожу только через одну бусинку. У нас появилось два бутончика. На этом уровне бутончик тоже вполне может быть. Набираем еще одну бусинку и прохожу в ту же, из которой выходит нить. Чтобы цветочек был объемнее, это можно повторить несколько раз. То есть я сейчас набираю желтый бутончик и опускаюсь чуть ниже. А тут набираю желтый бутончик и поднимаюсь обратно наверх через эту бисеринку. Повторяю еще раз. Набираю бутончик и опускаюсь чуть ниже. У нас получается вот такой вот фантазийный цветок. В принципе, эти бутончики можно будет потом более-менее равномерно распределить вокруг стебелечка. Продолжу набирать бутончики. Набираю бутончик, поднимаюсь. Наверх. Наберу там сейчас последние бутончики на этом уровне. Набираю последний бутончик в нашем уровне, который перед предыдущей перед сердцевинкой. И опускаюсь вниз сразу на два. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Возможно, на этом уровне тоже добавим бутончик. Бусинки распределяем вокруг нашего стебля. Подтягиваем. Получается, что у нас все бутончики сконцентрировались на лицевой стороне. Если хотите, чтобы он был пушистый со всех сторон, нужно приплести еще несколько с обратной стороны. Мы будем опускаться ниже и приплетем еще один листочек. Стебель длинный. Видим, что чего-то не хватает. Опускаемся еще на три бусинки стебля вниз. Набираем зеленую делику и круглый зеленый бисер. Подтягиваем к стеблю. Проходим через делику, которую только что набрали, и через оставшиеся бисерины дельки вниз к основанию нашего цветочка. Вот такой необычный цветочек у нас получился. Посмотрите, все цветочки разные, яркие. Продолжаем плести в том же духе. Можно экспериментировать с формой. Можно попробовать сплести тюльпан, ромашку, подснежник. Вспоминайте весенние цветы, все, которые знаете, и попробуйте их изобразить. Потом обязательно нам покажите, интересно, как они у вас будут выглядеть. Мы продолжим плести нашу клумбу дальше, и потом покажем вам, как плести травку в нижний ряд. Я сплела еще несколько цветочков. Поняла, что такое количество, в принципе, будет достаточно для того, чтобы завершить наше колечко. И хочу вам показать, как можно сплести еще два варианта цветочков. Поэтому оставила себе два стебелька. В этом цветочке мы сейчас сплетем лепесточки крестиками. Он будет голубеньким. Начинаем его плести так же, как плели цветочки до этого. То есть выходим из сердцевинки и делаем крестик. А второй лепесточек попробуем сделать так. Наберем три бисеринки и войдем в сердцевинку с той же стороны, из которой вышла наша иголочка. Разложим бисеринки крестиком. Получается вот такой объем. Сейчас сделаем еще два лепесточка и посмотрим на результат. Делаем вокруг нашей сердцевинки крестик, как мы делали это раньше. Получился вот такой цветочек. Я хочу добавить ему еще объема, поэтому приплету еще два лепесточка крестиком. Набираю три бисеринки и прохожу сердцевинку с противоположной стороны от той, из которой у нас выходит ниточка. Если иголочка начинает проходить плохо, потому что у нас достаточно толстая нить, можно воспользоваться плоскогубцами, но не прикладывайте слишком много усилий, бисеринка может и поломаться. Я думаю, что я не буду добавлять еще один лепесточек. Смотрите, какой пушистый цветочек у нас появился. Прохожу через наш стебелек вниз. Тут нужно будет проследить, чтобы ничего не зацепилось за наши лепесточки. Так, все, да, прошли ровно вниз. И перехожу к следующему цветочку. У этого цветочка я хочу вам показать, как сделать так, чтобы сердцевинка торчала. То есть была не вровень с лепесточками, как, например, у вот этого цветочка, а выделялась наверх, как, например, вот у этой ромашки. Проходим через наш стебелек наверх, но не проходим через сердцевинку. Выходим из предыдущей бисеринки. Набираем 6 бисеринок для нашего лепесточка и замыкаем их в круг. То есть делаем оборот вокруг сердцевинки. Замыкаем в круг, проходя через первые 3 бисеринки лепестков. Сейчас объясню, зачем, почему именно 3. Затягиваем, и у нас получается колечко вот такое. А для того, чтобы оно прочно сидело на стебельке и никуда не съезжало, нам нужно его завершить, пройдя в стебелек с другой стороны. Так оно будет зафиксировано вот с той стороны, из которой у нас выходила нитка, и с той стороны, с которой нитка зайдет. И это колечко будет прочно сидеть на стебельке, никуда не будет сниматься. Сердцевинку мы не проходим, просто сразу ныряем в стебелек. И затягиваем нить. Получается вот такой цветочек, у которого сердцевинка торчит наверх. В принципе, наверное, можно все цветочки у колечка сплести так, но нам нравится то, что они разные, как и цветы в природе. Мы завершили плетение цветочков, и сейчас будем приступать к плетению второго ряда нашего колечка. У нас тут такая газон. Она тоже вся разная, то есть мы использовали стекляр из двух цветов, тоже разный бисер Миюки Делика из микса. И эти листочки располагаются в предыдущем ряду нашей основы колечка. Приступаем к плетению второго ряда нашего колечка. Для этого нам нужно по ходу плетения спуститься ниже. Проходим через крестик верхней половинки. Спускаемся к его основанию. И вот сюда, то есть цветочки были у нас приплетены крестику прям сверху, а травку, наш газон, мы будем приплетать на крестик ниже. Возьмем стеклярус двух цветов. А зеленая Делика у меня уже готова. Мы выходим из бисеринки основания, набираем стеклярус 6 мм, круглую бисеринку, которая зафиксирует этот стеклярус, и проходим вниз через стеклярус, пропуская бисеринку. Сейчас пройдем через еще одну бисеринку основания и подтянем нить. Получилась первая травинка. Вторую сделаю из Делики. Наберу две бисеринки Делики и круглую бисеринку, которая позволит нам зафиксировать этот столбик. Прохожу обратно через две бисеринки Делики, пропускаю круглую бисерину, подтягиваю нить и прохожу через бисеринку основания. Травку получается плести намного быстрее, чем цветочки. В этом ее особая прелесть. Возможно, вам даже не захочется ограничиваться одним рядом. Набираю стеклярус 6 мм и круглую бисеринку. Прохожу через стеклярус и через бисеринку основания. Получается вот такая клумба. Продолжу дальше плести, чередуя стеклярус, Делику, меняя количество бусинок. Просто делаю все для того, чтобы колечко было уникальным. Я закончила плести газон. У нас получилась просто восхитительная, очень яркая, сочная клумба. И сейчас я закреплю ниточку, которая начинала плести нашу клумбу. Просто дойду до нее по ходу плетения и завяжу нитки на узелок, на двойной узелок. Раз. Чуть позже эту ниточку обрежу. Этой ниткой вернусь к началу нашей основы и замкну колечко. Когда мы будем переходить по ходу плетения, по крестику, наш узелок как раз спрячется в бисеринку. Его будет совсем не видно. Ниточку обрезаем под корень. Теперь нам остается только соединить две части колечка между собой, чтобы, собственно, оно превратилось в колечко. Складываем его пополам. Набираем тот же бисер, который мы использовали для основы. И делаем крестики одной нитью. То есть мы выходим из одной половинки крестика, набираем бисеринку и заходим во вторую половинку крестика с другой стороны. Подтягиваем нить, набираем еще одну бисеринку и возвращаемся в ту бисеринку, из которой мы выходили. Проходим еще раз по ходу плетения. Это полезно для того, чтобы наш соединительный ряд был крепким. Выходим из последней добавленной бисеринки и опять доплетаем еще один крестик. Набираем бисеринку, проходим через бисеринку второй половины и входим в нашу первую бисеринку. Вы же знаете, что крестики можно плести и одной нитью тоже. Просто так получается несколько проходов по некоторым бисеринкам. Иногда это удобно, иногда не очень. Подходящий вариант всегда можно выбрать. И замыкаем наш последний крестик, выходим из бисеринки на конце нашего колечка, набираем еще одну бисеринку и заходим в бисеринку в начале колечка. Замыкаем крестик и проходим немножко в сторону для того, чтобы закрепить нить. Я делаю петельку, поддевая нити нашей основы. Делаю петельку и прохожу через нее нитью. Так завязываю крестик. Прохожу еще немного дальше по ходу плетения. Если нить подтянуть, то крестик спрячется в бисеринку. Прохожу еще через несколько бисеринок и завязываю еще один узелок. Делаю петельку. Цепляясь за нити основы, прохожу через нее и подтягиваю узелок. Прохожу еще раз по ходу плетения, чтобы спрятать ниточку. И обрезаю ее. Вот такое весеннее колечко у нас получилось. Можем его примерить, расправить и идти покорять мир. Вот такая получилась красота. Аня, спасибо тебе большое за мастер-класс. Это просто шикарное, великолепное, чудеснейшее кольцо. Обязательно сделайте такое себе. Украшайте такими бисерными клумбами себя, подруг. Весь мир вокруг. Не забудьте лайк поставить этому видео. Давай, ты тоже мне присоединись. Попросим. Вот так вот. Ставьте лайк. Здесь кнопочка есть для лайков. Обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что впереди будет еще очень много классных, красивых мастер-классов. Пишите комментарии, да, потому что мы вот... Читаем. Мы сели, и все, мы ждем комментарии. Обязательно пишите в комментариях. Обратную связь. Спасибо. До свидания. Как красиво. Ничего неприятного не пишите. Я все равно забаню, удалю, сотру. В общем, только радость, только счастье, только удовольствие, только восторги. Мы от вас ждем. И пожелания, что бы вы хотели увидеть от нас в следующих выпусках. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Пока-пока. Пока-пока. И обязательно возьмите с собой документ, удостоверяющий личность. О, вот это Таня начала, да? Как она вообще выговорила такое? Документ, удостоверяющий личность государственного образца. Пока-пока. 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 Пока-пока.